так всем привет всем здравствуйте привет девчата так мы вышли в прямой эфир надеюсь что нас слышно и видно свет кто-нибудь нам рукой махнет он нам кто-то махнул рукой ну что привет девчонки привет здравствуйте сегодня у нас четверг как обычно по четверга мы встречаемся проводим мастер-класс и пытаемся сделать такие совсем простые дизайны простые ни к чему не обязывающие вот здравствуйте здравствуйте все теперь я увидела что нас уже и видно и слышно так значит что нам сегодня потребуется в нашей работе значит мы сегодня с вами сделаем дизайны которые не будут относиться уже никакой новогодней теме это будут дизайны такие довольно таки сдержанные деловые у нас по моему и тема с вами так обозначена быстрые пытаясь шпаргалку посмотреть что нам там как у нас называется точно тема сейчас минуточку вы пока посмотрите что мы будем делать так получается у нас сейчас девчат я найду тему конкретно чтобы так и так быстрые дизайны в деловом стиле но в деловом стиле да как бы дизайн и я очень долго сидела мучилась с этим вопросом в голове он никак не давал мне покоя по одной простой причине значит деловой стиль да это подразумевает под собой все таки небольшое количество каких-то там наворотов совсем совсем даже маленькое количество наворотов и хотелось как бы в каком-то девето в таком деловом стиле выдержать дизайн и то есть как бы цвет какой-то такой подобрать деловой цвет похоже наверное на костюм женский костюм пиджак юбки или пиджак брюки а вот блузка там и так далее вот и значит подумалось о том что вот если делать дизайн на каком-нибудь одном пальчике то как раз таки можно сделать просто какую-то вставочку да не обязательно растягивать дизайн на весь ноготь ну самые простые варианты это когда с помощью стемпинга потому что сейчас очень много выпускается пластин с брендовыми маникюр с брендовыми такими до всякими штучками дрючками обозначающие какие-то там бренда отдаленно отдаленно дольче кабана там всякие там шанельки там и так далее диоры вот и значит очень много пластин у нас тоже я что-то подумала подумала покопалась и нашла значит пластины которые у нас как бы есть наличие значит если мало ли кто-то под пользуется допустим в работе пластинками от компании эми вот и у нас как раз таки с брендовыми вот такие вот есть вот видите тут же и пятнышки леопарда хорошо подойдут тоже к этим дизайном кстати говоря но вот такие всякие оля оля dior оля шанель и так далее значит вот эта пластина а под номером пять так и называлась бренды эта пластинка для стемпинга номер пять до бренды а еще одна пластина вышла чуть позже и я посмотрела и в принципе для дизайнов которым хочу предложить сегодня сделать значит это получается пластинка номер 13 и она называет называется текстуры здесь тоже очень много таких орнаментных моментов которые нам вот сейчас прям очень очень даже подойдут но если например вы не работаете со стемпингом да есть же такие мастера которые особо там не приветствуют например стемпинг вот и например делают все от руки а иногда делают от руки только лишь потому что это быстрее чем взять стемпинг подушечку нанести лак для стемпинга отпечатать не отпечатается там высохла не высохла пересохла не пересохла поэтому принципе как бы дизайны которые вам предложил можно принципе нарисовать и от руки причем можно воспользоваться будет фольгой мы попробуем с вами вариант сделать которую добавим фольгу у меня желтое золото классно отпечатывается но больше мне конечно если честно в работе нравится благородное золото на такой чуть поспокойней а это прям вот ядовитое но вот у меня просто есть под руками уже не буду никакое другое доставать значит на что можно будет фольгу отпечатать девчат но это конечно же гелевая краска черный тюльпан нам потребуется до черная краска черный тюльпан black tulip это это лучшая гелевая краска на которую шикарно отпечатывается фольга вот и можно воспользоваться какими-нибудь шарми кончиками ненавязчивыми ненавязчивыми шарми кончиками и такими как например например вот такой вариант видите опять же с наклеечки которые олицетворяют вот эти всякие брендовые штучки дрючки похожие конечно же похожие на них то есть это дольче вита номер 180 я вот прошу прощения сейчас я чуть-чуть ближе поднесу глазам а то есть под телефона не вижу 100 все-таки 64 наверно 64 значит здесь вот такие вот всякие обозначения видите вот как бы тип типа аля там аля dior аля там дольче габбана там и все такое прочее вот такие штучки обозначающие да вот такие вот значочки очень классно смотрятся стильно очень варианты мне понравился добавить сюда ремни ремни всем известные давно давно известные всем так и называются ремни 157 шарми кон тоже из наличии я прям специально проверила ремешочки хорошо подойдут таким дизайном видите вот есть варианты например именно с ремешками да прикольно так отделить какую-то часть ногтевой пластины так ну линии линии я всегда и везде найти как я всегда с собой ношу видеокамеру так я везде с собой ношу шарми кон и виде полосочек они из белые линии черные линии вот это в данном случае золотые линии 117 и серебряные линии но самые ходовые всегда у меня конечно черные золотые не знаю мне почему-то больше всех они нравятся всегда четко все по уму ничего лишнего так ну и вот такие вот варианты кстати можно добавить тоже прикольно это одни из последних которые выходили осенняя коллекция была с шарми кончиков значит абстрактные цепи номер 241 был еще другой сейчас не вспомню номер видите вот такой вот такие более ровненькие круги и как чеканочка идет с точечками с такими а это такие клякс очки такие просто ну принципе можно это и от руки нарисовать и фольгу отпечатать вот ну и всякие ремешочки вот такой вот например вариант тоже подойдет под эти деловые варианты дизайна это например фэшнл чан с 236 тут тоже вот видите ремни цепочки змейки там и так далее прикольно тоже ну просто для того чтобы отделить до какую-то зону например на ноготочки вот эти вот тоже прикольно подойдут здесь у нас получается шанс да не вижу плохо вижу 236 просто очень мелко еще из-под телефона ну-ка вот так если сделать ну короче номер 230 235 что ли все таки или 200 до короче 200 лет 35 вот с такими тоже всякими обозначающими вот эти видите типа дольче габбана там вот эти всякие украшения такие прикольные очень здорово будет смотреться кстати почему я их не прилепила главное выбрал в этом выбрать выбрала для этих дизайнов а почему-то не воспользовалась перепугу в основном взяла как значочки видите так значит ага вот сейчас вот я тут сейчас буквально вернусь все поздоровались здравствуйте очень красиво ну не знаю опять же знаете я вот предыдущий там допустим по прямому эфиру предыдущий вариант мы делали с вами в сером в серых оттенках дизайна часа вам покажу тут добавляли тоже слайдеры с камушками это было у нас в прошлом прошлый прямой эфир мы делали вот в таком сером цвете видно как бы в общем то добавляли серебряную краску для стемпинга и белую паутиночку в комментариях написали скучно скучно печально но я считаю что в принципе она не то что скучно просто цвет да немножко такой серенький прям серенький серенький поэтому все серым сиро здесь данном случае такое все сдержанное коричневая да в таком дела он на самом деле прикольно будет смотреться девчата в сером цвете в черном цвете в красном цвете тоже будет классно смотреться но я взяла коричневый бежевый потому что конкретно сегодня мы опять же продолжим тему гель-лаков, которые вышли в конце года начиная с номера 462 462 463, 64 они не вошли, эти гель-лаки под каким-то, ну, в коробочку они продавались отдельно имеется в виду, не собраны были в набор но и тем не менее, вышли они все разом, 6 штук вот, и получается очень разные интересные варианты, видите, вот они, вот эти 6 оттенков в принципе, оно у нас называется, как бы, это набор этих гель-лаков называется Raw Materials вот, то есть 6 оттенков вот, значит очень разные, сейчас секундочку вот так сделаю, я хочу вот это теперь в сторону убрать, и кстати сказать, что вот мы как раз таки сегодня возьмем в работу 464 номер и 463 номер коричневый и бежевый оттенки как раз таки из вот этого подбора гель-лаков а выглядят они, девчат, вот таким вот образом так естественно, у нас тут вот есть типсики рояль в кустах называется вот так, разверну итак, начиная с номера 462 вот такой красивый рыженький цвет бежевый цвет, коричневый цвет такой бронзовый красивый, да, зеленый и серый, с которым мы работали в прошлый раз итак, сегодня я предлагаю взять в работу коричневый и бежевый, считаю, что эти два оттенка из этих шести цветов ну, очень прямо напоминают прямо вот сам по себе цвет, какой-то такой деловой стиль деловой стиль так, значит я сейчас посмотрю сразу, есть ли вопросы добрый вечер, Владивосток с вами Виолетта, просто вот потрясают, конечно вот эти расстояния наши 7000 километров 8000 километров, да и как же казалось бы, что тут вот кто-то рядом прям так всем доброго времени суток здравствуйте, здравствуйте водородного золота фольга нет на сайте к сожалению, вот я немножечко не знаю но, значит, есть желтое золото и отпечатывается оно очень круто очень круто но так как мы будем совсем-совсем немножечко буквально пару линий добавлять оно на самом деле но, тем не менее, можно что-то поспокойнее можно серебряную, да, фольгу взять ну, смотря как на любителя Братск да, Татьяна, здравствуйте привет Иркутску обожаю этот город так у вас всегда дизайн и огненный спасибо, Оксана, большое на самом деле, нет очень много критики поступает, конечно ну, не без этого кому-то нравится, кому-то не нравится, да то есть, как бы, тут у нас такой теперь рынок ногтевой что кто-то вообще не любит рисовать, да и однотонное только покрытие делает кто-то, например любит это дело, да а кто-то любит, ну, совсем минимум поэтому я предлагаю сегодня и стемпингом воспользоваться и рисунком от руки если вы не против и так, ну, давайте потихонечку начнем потому что времечко идет сейчас, 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 девчата секундочку, типсик прикреплю на палочку и так, значит, ну, давайте мы возьмем и пойдем от простого совсем, да то есть мы возьмем и покроем, например темно-коричневым цветом полностью всю ногтевую пластину естественно, на просушенную базу, да мы будем наносить с вами цвет я, наверное, сейчас перчаточку одену потому что у меня коррекция не свежая скоро пойду так, прикроюсь немножечко а то прям совсем я, если честно, после Нового года еще коррекцию не делала, конечно а вот сегодня у нас какое число? 18-е кстати, всех с наступающим праздником очередным, да, в нашей стране здоровья, здоровья всем интересно, в проруби пойдете купаться, нет? так, тут нам вот привет прилетел с Красноярска обожаю вас смотреть спасибо, Анастасия, большое всем привет, всем привет здорово так, ну что, потихонечку поехали я предлагаю, значит, сделать два варианта один вариант, его будем использовать пластины для стемпинга в другом варианте мы будем использовать просто, мы будем делать рисунок от руки итак, номер гель-лака 464-й шикарный, коричневый такой, знаете, прям шоколад шоколад, какао прям такое конкретное я бы даже сказала, не какао а такой, знаете, прям горький шоколад очень красивый цвет очень классно ложится считаю, да, конечно же для делового стиля считаю, что цвет очень подойдет ну, хотя, опять же, это мог быть и черный цвет это мог быть темно-серый цвет это мог бы быть сейчас красный цвет ну, наша задача сейчас поработать с гель-лаками которые, вот, относятся условно к коллекции Raw Materials и мы взяли вот такой вот коричневый оттенок из этой коллекции так, ну и продолжим, естественно еще один а, как, полностью, да неудобно в перчаточках, эх удобно, когда на одной руке есть перчатка на второй руке перчатки нет ну что, будем теперь как обезьянка с гранатой сидеть так и еще разочек 464-й на весь ноготочек мы сейчас поиграемся в основе у нас будет более темный оттенок а добавочный будет светлый самый светлый из вот этой вот коллекции которую мы сегодня с вами в очередной раз вспоминаем кстати, с этими гирлаками мы уже, конечно же, делали дизайны быстрые новогодние и с Дедами Мороза месяцем мы только не делали поэтому эта коллекция уже знакома всем, кто смотрит, следит за компанией Эмми, да? так ну и теперь, конечно же потребуется так, я хочу взять сейчас тоненькую кисточку я возьму кисточку 5 дробь 0 самая такая популярная самая часто используемая в дизайнах 5 дробь 0 видите, кисточка такая тоненькая тоненькая и мне нужно просто взять сейчас немножечко отделить часть, которую я хочу запомнить более светлым оттенком и взяла уже 463 номер отделяем сейчас часть ноготочка так, ну давайте с какой стороны выделим давайте, например, снизу у меня просто сверху есть сбоку есть вот я, видите, выделяла часть допустим, с половинку с одной стороны половинку с другой стороны продолжала так, знаете, было ощущение вроде как платок такой, знаете, как накинуть на ноготочек вот такое какое-то было хотелось желание такое было вот, ну давайте ну, например, мы этот угол спустим как-нибудь нет, вернее поднимем снизу вверх да, давайте а я, если честно сама что-то вот потерялась думаю, с какой бы стороны его сейчас надо бабахать с той стороны у меня есть с этой стороны есть ну давайте вот как-нибудь с этой что ли стороны просто хочу отделить сначала а потом просто закрашу попробуем, да, так под уголочком вот так вот я взяла просто тоненькой кисточкой аккуратненько сейчас намечу да мне самое главное так вот границу сделать просто ровненько а теперь уже там то, что внутри будет это ничего страшного вот так уголочек и аккуратненько закрасим ну мы такой немаленький кусочек закрываем поэтому, в принципе, прям кисточка из флакона получится аккуратно так, вот буквально уголочек просушиваем просушиваем и давайте, например не под прямым углом а второй вариант сделаем как-нибудь там более плавно и, например, это будет у нас примерно, например примерно, например давайте вот, например, с этой стороны мы сейчас вот так кусочек просто выделим и это будет даже гораздо быстрее нежели делать какие-то ровные, да линии просушиваем так, ну и давайте добавим работу, да с помощью стемпинга сделаем какую-нибудь печать девчат, на самом деле мы сейчас можем с вами абсолютно 12-ю пластину либо 5-ю пластину это не принципиально важно и там, и там есть такие вот плотные орнаменты довольно-таки меня вот тут вот заинтересовало вот такие штучки-дрючки видите, вот так вот под уголочками интересный такой вариант просто здесь вот под шармикончиках сейчас-сейчас-сейчас я вам покажу есть похожий вот такой орнамент видите, вот на таком красивом, да квадратике вот такая вот золотая штучка и если мы, например вот эти вот квадратики вот эти полуквадратики отпечатаем и вот этой штучкой приукрасим я думаю, они будут очень прикольно сочетаться так мы сейчас и сделаем так, нам нужна красочка для стемпинга ну, второй номер черный цвет гирлака для стемпинга сейчас-сейчас-сейчас так нам нужна будет подушечка и, конечно же, какая-нибудь карточка, которую уберет излишки краски для стемпинга я пользуюсь какой-нибудь пластиковой карточкой очень удобно я думаю, что все сейчас уже так пользуются, мастера все уже поняли, что так намного легче проще, очень хорошо убирает так тут вот нам галочка прислала привет еще и низкий поклон галочка рада тебе и тебе тоже поклон это, в краску в краску у меня вогнать я и так нервничаю все время для меня прямой эфир ну как я воспринимаю это, конечно как мою работу мне надо там все я все время так переживаю все время так не хочется вляпаться в грязь лицом не хочется опозориться так а мы тем временем сейчас вот наполняем лаком для стемпинга орнамент так убираем все лишнее сильно не давлю на пластиковую карточку легкий накат на подушечку вот так вот легкие-легкие-легкие абсолютно и все отлично отпечаталось так уберу то, что мне не надо сейчас я вот так пальчиком аккуратненько и отпечатаю только туда куда мне надо так это мы убираем с вами сейчас так и вот под такими сейчас не очень удобно но и тем не менее вот так лишнее, конечно же, можно убрать ничего страшного можно, например, взять безворстовую салфеточку если там где отпечаталось куда не нужно а у меня вот тут немножечко есть сейчас я вытру чуть-чуть лучше всего жидкость для снятия гирлака да, буквально чуть-чуть так, орнамент нанесли так высыхает, конечно же на воздухе дальше мы с вами не будем ничего делать кроме того, что добавим какие-то декорации декорации будут очень простые это могут быть просто полосочки которые выделят нам кусок, который мы с вами выделили сейчас золотые полосочки лучше всего полосочки на что крепить на топ без липкого слоя правильно в нашем случае это теклос в нашем случае это теклос возьмем теклос мало ли вдруг не приклеится вдруг поправить надо будет да, а мне нужно чтобы у меня рисунок никуда не делся мало ли что будет поэтому перекрою-ка я промежуточным этапом да, топом теклос безостаточной липкости просушиваю девчат 30 секунд так и вот здесь вот мне очень нравятся такие тонкие-тонкие линии да, оно на самом деле как бы не будет сильно навязчиво но тем не менее будет очень классная четкая грань так, секундочку я даже в работу взяла пинцет честное слово вот так оп так и аккуратненько выделяем вот эту часть можно черными полосочками можно отчертить от руки но я если честно знаете вот уже как бы столько всего выпущено в виде всяких наклеечек даже от руки что-то значит мы закончили в принципе этот вариант дизайна с такой вот деловой вставочкой сделали да, мы добавили шермикончики и перекрыли топом я сейчас вот сюда этот типсик поставлю и напомню вам о том что мы делали о том что мы делали и вот сюда вот сейчас я вот эти типсики подвину чтобы было понятно что мы продолжение какой темы вот так сделаем видно то есть вот в таком не сильно наляпистом виде да на одном ноготочке мы с вами вот так вот приукрасили пусть даже сильно-сильно деловой стиль и тем не менее как бы это будет смотреться прикольно так ну давайте мы сделаем второй вариант в который мы не будем добавлять технику стемпинг а возьмем и нарисуем несколько элементов от руки так вариант у нас покрытие уже готов и высох мы с вами сделали покрытие 464 цветом да мы тут вернулись вот в эфир и слава богу нам вернулись люди так темно-коричневый цвет значит 464 цвет я просушила девчат а 463 номер из той же коллекции ро материал да мы взяли гель-лаки именно из этой последней коллекции ну как не коллекция а гель-лаки которые вышли все вместе да 6 штучек и посочетали коричневый вот с таким красивым бежевым цветом 463 так просушили теперь я взяла в работу можно по большому счету взять сейчас гель-лак можно взять черного цвета можно взять гелевую краску черного цвета на самом деле не принципиально важно можно взять любой да гель черного цвета можно импас и гелевую краску и гель-лаки так я вот взяла у меня просто под руками же был я же приготовила вначале черный тюльпан сейчас я его открою оказалось не так-то просто открыть сейчас девчат я баночку вот это пока сюда положу взяла баночку а тут фольгушечка вот она пытаюсь ее открыть не думала что это будет так сложно да еще и в прямом эфире так ладно потом ее в порядок приведу так значит кисточка кисточка 5 дробь 0 линеарная тоненькая тоненькая и по большому счету можно не с помощью стемпинга да техники стемпинга можно с помощью просто нарисовать от руки нарисовать какой-нибудь орнамент ну это что может быть ну я вот тут уже рисовала полосочки видите вот полосочки видно черного цвета очень похоже на окрас тигра да или зебра смотря на каком цвете это все смотреть правильно же вот мы сейчас возьмем и как раз таки вот на вот эту часть сейчас вот так тоненькой кисточкой гелевой красочкой нарисуем полосочки нет Виолетта не только был у вас сбой и у меня тоже был сбой и мы не могли прямо очень долго подключиться запустить вот но слава богу нам все равно нужно закончить прямой эфир поэтому мы вот несколько раз попытались и все-таки переподключились вот поэтому продолжим и в ютюбе конечно же опять же видео будет размещено естественно наши умельцы совместят его из двух частей и я думаю что все будет хорошо так ну линии где-то потолще где-то потоньше можно например еще какой-нибудь орнамент какой самый простой орнамент ну не знаю пятнышки леопарда почему бы и нет да пятнышки леопарда просто какие-то пятнышки просто какие-то полосочки может какие-то геометрические построения да тоже прикольно будет так но мы так давайте вот сюда какую-нибудь сейчас двойную полосочку самое главное сильно их чтобы они не сливались но я не могу сказать что тут прям вот надо там прям постараться постараться да ну нет конечно просто поближе к друг дружке стараться чтобы элементы не сливались сказала наташа его и очередная линия слилась очередной линии промежи по заполняю чуть-чуть пошире линии сделаем так ну вот здесь вот еще чуть-чуть с краешку не очень удобно тем более под камерой телефона так все просушиваем просушиваем так теперь давайте представим что у вас нету никаких шермиконов например в работе но нету наклеечек да ну и не надо можно например взять и отделять например не ремешочками какие-то элементы да не полос очками а можно взять и с помощью фольги да то есть получается нарисовать линии и отпечатать на них фольгу ответьте как прикольно тоже получается и зону можно выделить да и добавить парочку линий которые очень даже приукрасят правильно же любой наш дизайн сейчас мы сделаем с вами значит ты чтобы фольга отпечаталась только туда куда нужно нам мы перекроем с вами ноготочек топом т-класс топом т-класс топ без остаточной липкости до перекрываем просушиваем 30 секунд потому что у нас и покрытие с липким слоем да и рисунок мы рисовали гелевой краской и я хочу чтобы линии на которые сейчас будут отпечатывать фольгу до вернее только только чтоб фольга отмечалась на линии которые вот и сейчас сюда добавлю так просушиваем и нам потребуется бафик девчат значит чтобы фольга отпечаталась только туда куда нужно нам то есть допустим вы берете да цветное покрытие вот эти варианты сделаны с фольгой вы берете цветное покрытие перекрываете топом без остаточной липкости в нашем случае это т-класс просушиваете 30 секунд а лучше даже минутку просушить и вот и обязательно забавить поверхность чтобы фольга не отпечаталась нигде ни при каких обстоятельствах ни при каких условиях так просушили и взяли бафик 100 на 180 это сторона которая помягче можно как раз таки забавить почему нельзя цвет бафить можно принципе мне был например девчата иногда говорят что типа можно же просто обезжирить цветной гель-лак и значит потом нарисовать и отпечатать фольгу гель-лаки девчата это пористый материал мягкий материал и не факт что если вы просто обезжирить и его фольга не отпечатается скорее всего я думаю что 99 процентов вероятности что фольга все равно отпечатается даже если вам кажется что вы вытерли дисперсионную пленку полностью с гель-лака все равно нет уверенности а если вы начинаете бафить цветное покрытие то получается что вы можете до дырки дотереть да где-нибудь ну мало ли где-то вы там чуть больше нажали на бафе где-то чуть меньше вот и получается что покрытие будет не очень равномерным а я сейчас перекрыла теклосом теклос просушила забафила теклос это у нас топ без липкого слоя все убираем всю пыль ну и теперь отделяем вот эту нашу вставочку даже с помощью гелевой краски черный тюльпан я уже говорила что это самая лучшая краска на которую отпечатывается фольга так черная гелевая краска черный тюльпан знаете с этой краски по большому счету можно сказать что компания ими началась потому что это были самые первые гелевые краски причем с таким чудным свойством как на который из-за которого да мы полюбили черную гелевую краску черный тюльпан потому что на нее шикарно отпечатывается фольга причем не только глянцевая да но и голографическая фольга со всякими там узорами и матовую фольгу шикарно можно отпечатать вот если например вы хотите отпечатать фольгу на фон то можно воспользоваться не черной гелевой краской все таки черная гелевая краска да немножечко обязывает а можно отпечатать еще на гель с липким слоем так называемый слайдер топ слайдер топа тоже шикарная дисперсия очень похоже на гелевую краску на липкость на ну очень похоже именно дисперсионный слой да у слайдер топа на дисперсионный слой черной гелевой краски черный тюльпан и вот например я рекомендую сушить одну минуту причем любых лампах вот допустим у меня в классе ну допустим лампы до стоят и мы давно-давно ими пользуемся и поэтому вот минута это самое такое шикарное время для того чтобы отпечаталась фольга так ну и давайте мы сюда вот я хочу потом сюда какой-нибудь красивый значок прикрепить виде шарми кончика это будет на пересечении линий то есть я могу например сейчас взять и вот так вот раз в разрез пойти аккуратненько вывести линию наверх можно добавить не одну линию можно две линии но мы пытаемся свести с вами все к мимик минимализму поэтому давайте добавим одну и достаточно просушиваем одну минуту а пока сохнет у меня гелевая краска в лампе я тогда сейчас прочитаю вопросы так а почему черный тюльпан а не новый гель для отпечатки фольги значит новый гель для отпечатки фольги девчата еще не поступил в продажу мы его ждем вот с минут со дня на день и я пока не могу этого сделать это имеет право екатерина николаевна мирошниченко вот поэтому как только будет поступит этот гель в продажу естественно будет запущена реклама старт продаж и тогда естественно мы будем пользоваться уже новым продуктом а пока мне было очень удобно взять черную гелевую краску по одной простой причине значит потому что я и рисовала там те же полосочки да и я шика я знаю четко что ей можно и рисовать гелевой краской черный тюльпан можно покрывать и шикарно отпечатывается фольга на эту гелевую краску поэтому я его использовалась ей и для не только для рисования но и для отпечатывания вот и все так мы отпечатываем с вами золотую фольгушку опять теряем отпечатываем фольга снивелирует все недочеты линий ярко получается так можно по большому счету значит просто перекрыть топом правильно же можно добавить какой-нибудь красивый шарми кончик блестящий не знаю давайте попробуем добавим конечно линии получились толще чем допустим я когда сидела готовилась дома ну можно какой кстати можно светленько что-то добавить да можно допустим более яркое что-то добавить давайте небольшое сюда внуков куда я сейчас прицепим очень прикольно будет смотреться но мы с вами же получается рисовали по текласу правильно я думаю что дополнительному ничем покрывать не будем прикрепим есть все прикрепили и конечно же перекрываем топом конечно же все ок написала нам галочка значит нас видно и слышно давайте перекроем ультрашайна будет лучше блестеть да вообще на самом деле можно использовать любой топ который у вас есть под руками которым вы работаете просто на камеру ультрашайна будет еще лучше блестеть нежели допустим теклас хотя и теклас тоже классно блестит перед хороший гляньте его такой стойки так а я взяла ультрашайна да можно было конечно потоньше по тоньше линии нарисовать но и немножечко запереживала расстроилась потому что нас прям сегодня выкинула из эфира вот интернет это дело такое так просушиваем слышно и видно нам написали ну и слава богу так ну и я вернусь и похвастаюсь конечно же вот этим большим количеством образцов я на самом деле думаю что найдутся любители и для таких видов дизайнов на всех пальцах этого делать не стоит а на одном пальчике можно сделать причем очень прикольно смотрится как просто шарми кончиками с наклеечками так и с фольгой до который мы отпечатали самостоятельно сейчас я вот сюда типсик прикреплю то что мы сейчас делали и я думаю что конечно же найдутся мастера которым понравится такие варианты дизайна и они предложат их своим клиентам да девчонкам так ну я надеюсь что даже то что прервались мы до в прямом эфире ну как бы не испортила общую картинку общую картинку самое главное то что мы делаем для то что мы делаем для вас то что мы делаем для того чтобы вы спокойненько работали а мы что-то придумали а вы этим воспользовались и получается очень-очень такой классный тандем ну что девчат я конечно прошу прощения за за то что прервался наш прямой эфир конечно же переживаю вот ну надеюсь что в следующий раз мы с вами встретимся в следующий четверг и проблему нас уже с прямым эфиром не случится надеюсь что все эти ошибочки отработаются вот и все наладится у нас со связью вот я очень-очень всегда переживаю вот и конечно хочется где-то и понравится но в любом случае всем творческих каких-то движений вперед всем здоровья всех с наступающим праздником и конечно всем побольше денежных клиентов работа начинается в конец же декабря был насыщенный всех мастеров на самом деле да сейчас начинается как раз таки вот это вот третья декада января думаю сейчас как раз подтягиваются все клиенты к вам вот поэтому всем хорошей работы побольше денежных клиентов удачи и до встречи девчат всего хорошего